Друзья, здравствуйте. Ну что, после отставки главнокомандующего Валерия Залужного одним из самых интересных вопросов остается тот, чем же теперь будет заниматься Залужный, потому что после награждения его героем Украины, да, президент Украины встретился с ним и наградил высшей государственной наградой, после этого Валерий Залужный заявление не делал, и вот наши собеседники на этом YouTube-канале пророчили вообще ему и политические, и министерские должности. Некоторые даже говорили о том, что Валерий Залужный в будущем сможет занять даже пост секретаря Североатлантического альянса. Попробуем сегодня ответить на эти и другие вопросы с военным экспертом, полковником Вооруженных сил Украины, военным летчиком Романом Светаном. Роман Григорьевич, здравствуйте. Приветствую, желаю всем здоровья. Взаимно, Роман Григорьевич. Друзья, вы лайки этой беседе поставьте, разговор серьезный, на самом деле хочется, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу, ну и подпишитесь, Дмитрий Гордон, Алиса Бацман в гостях у Гордона. Роман Григорьевич, ну что, как считаете, какое будущее у Валерия Залужного? Он заявлял, что возможно после своей отставки, когда он еще был на должности, говорил, что вот хочу заняться преподавательской деятельностью, заняться своим здоровьем. Но мы понимаем, что настоящие планы, возможно, в публичном пространстве он раскрывать просто не хотел. Но пока что в публичном пространстве, опять-таки, предложений официальных ему занять ту или иную должность не поступало. Как вы думаете, почему и какие перспективы? Ну, по военной стезе, допустим, на данный момент он дошел до верхней планки, то есть дальше движение может быть только в исполнительную власть, если это в Украине, допустим, в исполнительную власть, это если выше идти по лестнице служебной, в Министерство обороны. Для этого ему надо, чтобы стать, допустим, министром обороны, ему надо уволиться из армии, уволиться полностью, то есть комиссоваться. По разным причинам, либо в отставку, либо в запас, стать гражданским человеком. Ну, то есть гражданским, имеется в виду, согласно закону, у нас закон министра обороны может быть только гражданское лицо. Залужный, став гражданским лицом с военным бэграудом, мог бы занять эту должность, естественно, завести в Министерство обороны всю свою команду генералитет, и Шабталу, и Наева, там целые, там больше полутора десятков генералов, которые с ним ушли. Это целая команда, ее нельзя терять, это профессионалы, которые, ну, 10 лет воюют, то есть, причем команда хорошо спаянная и довольно не спаянная, спаянная, хотя-то всякое бывает. И ее можно переводить в Министерство обороны в полном составе, и тогда у нас, во-первых, не возникнет недомолвок, связанных с уходом команды Залужного из генштаба. Тогда не будет никаких претензий с точки зрения нарушений кодекса офицерской чести к команде Сырского. Ну, там команды нет, там пока сборная солянка, ну, к тем людям, которые вроде как выдавили, ну, только если они выдавили наверх, то да, это нормально. А если просто в небытие, то здесь вопросы возникают как раз согласно именно этого кодекса. Потому, а вот у Залужного команду генералов можно переводить в Министерство обороны, так сказать, не в режиме гражданских лиц. Они могут оставаться генералами, выполнять боевые задачи уже в Министерстве обороны. Опять же, с дальнейшим ростом до уровня премьер-министра. То есть это та интересная тема, которую надо однозначно запускать. Она очень хорошо себя показала в государстве, в том же Израиле, очень хорошо себя показала, когда военные становятся костяком исполнительной власти. Не политической, а исполнительной власти. И вот это был бы оптимальный вариант. И вообще-то движение военных в том числе вообще в армию как таковую с дальнейшим перспективой перехода в исполнительную власть государства на госслужбу. Вот могла бы команда Залужного показать вот такую перспективу. Это был бы большой плюс. Потому я сейчас говорю о возможных положительных сценариях развития событий. То есть вот именно так генерал Залужный, министр обороны, ну только уже как гражданский, его команда Министерства обороны выполняет боевые задачи с дальнейшим движением в Кабмине уже до уровня премьер-министра. Ну а, так сказать, направление в сторону НАТОвского, ну было бы, конечно, неплохо, если бы генерала Залужного пригласили вместе с командой в том числе. В НАТО, допустим, там в комитет или, ну вплоть до секретаря НАТО, хотя это, конечно, вопрос. Но, тем не менее, один из вариантов это уже от НАТОвской структуры быть инспектором в Генштабе уже с этой стороны. Это тоже вариант. Я думаю, он тоже будет просматриваться. Если не будет решен основной вариант использования команды Залужного в наших целях, в нашей стране. А что, если говорить о политических перспективах после окончания войны? Как думаете, ну просто можем мы увидеть еще команду, костяком которой будет команда Залужного, как политической партии? Да, легко, конечно, это возможно. Ну, я немножко негативно отношусь вообще к военным в политике. Немножко это не наше. Во-первых, нет понимания этих процессов, для чего это вообще надо в третьем тысячелетии. Почему? Потому что, ну, основным носителем власти является народ. Вот есть у нас 40 миллионов человек. Ну, соберите 40 миллионов голосов и напрямую принимайте решения на исполнительную власть. Политики сейчас на данный момент, это как прокладка, как пейджер, вот так, можно так сказать, прокладку использовали, выбросили, пейджеры уже отошли, потому что появились смартфоны и телефоны, и смартфоны. То есть политик как таковой, он не нужен. Лишняя прокладка, устаревший пейджер, а собрать мнение 40 миллионов, ну поверьте, в третьем тысячелетии легко при перенятии законов, при генерировании некоторых направлений, легко и быстро, по большому счету. Что это можно делать. И дальше давать команду исполнительной власти, разворачивать корабль Украина туда или туда, то есть идти одним или другим курсом. И в политике, вот и с этой точки зрения, политику и вообще политика как таковая, она уже должна давным-давно уйти в небытие. Держатся, конечно, за нее олигархи в основном или какие-то структуры, которые пытаются навязать свое участие в передаче команд от общества и исполнительной власти. Поэтому это не для военных. Но так как реалии таковы, каковы и есть на данный момент, не исключаю варианта того, что уже у политика залужного или у политикума, который будет вокруг залужного, есть серьезные перспективы и в политических баталиях в том числе. Но лично мое мнение вообще отношения к политикам негативное. И, кстати, у большинства армейцев именно такое, потому непонятно, зачем это нужно. Друзья, ну кем вы видите Валерия Залужного в перспективе, да, либо в Украине, либо вне ее? Как вы относитесь к мысли залужного политика? И в целом ваши слова поддержки бывшему главнокомандующему оставляйте под этим видео, знаю, насколько для вас это уважаемая личность. Всегда приятно читать вот эти слова поддержки. Давайте еще о новой команде поговорим, которую привел новый главнокомандующий Сырский. В принципе, насколько это нормально, по-вашему, да, когда приходит человек и приводит на все ключевые должности новых людей, да. Потому что, ну, например, генерал Наев, да, вот заявил, да, Вича, что вообще узнал о том, что о своей отставке там чуть ли не средств массовой информации, да. То есть по его словам его не уведомили должным образом. Поставил везде Сырский своих людей. С одной стороны, да, вроде бы как ничего тут такого и нет, но может вы меня поправите. Ну, я не видел команду Сырского. Вот то, что та команда, которая сейчас начнет выполнять обязанности команды Залужного, которая практически вся ушла. Ну, неважно, когда там кто узнал. Иногда бывает у нас журналисты, что они умнички в этом смысле. Они еще узнают до того, как сам по себе прошла бумага по определенным ступеням. Потому здесь не проблема. Журналисты просто раньше узнали и, естественно, раньше отдали в эфир. Ну, это ожидаемый вопрос. Почему? Потому что вся команда Залужного уходила. Поэтому там дело времени. А вот назначение, ну, я не увидел команды Сырского. Это вот что угодно, но только это не команда Сырского. Это сборная солянка. Сборная солянка из достойных людей. Тут это очень важно. Ну, по крайней мере, основная часть точно достойных. Это боевые комбриги, это руководители некоторых направлений. Люди, разбирающиеся офицеры, хорошие толковые офицеры. И с определенной положительной динамикой поддержки, рейтинговой поддержки по некоторым позициям. Но так не собирается команда военная. Это, может быть, команда политическая так собирается. Потому, скорее всего, тот, кто собирал Сырскому команду, не Сырский команду собирал, а Сырскому команду собирали. Это были политики, которые вот так собирают Верховную Раду. То есть пробежались по помойкам, вычислили лучших бомжей на помойке. Ну, и рейтинговой, так называется, собрали Верховную Раду. И сказали, вы теперь политики, в армии не так. В армии команда формируется годами, десятилетиями. Потому собрать сборную солянку из хороших офицеров и сказать, что это команда, нет. Сказать можно, только она не будет командой. Они командой станут где-то лет, ну, года через три, а то и пять. Реальной боевой командой, которая может выполнять боевые задачи уже на тех местах, на которых они сейчас попытаются, по крайней мере, порулить. Потому что, допустим, командующий ТРО, вернее, даже не так. Да, командующий ТРО и начальник Генштаба – это абсолютно две разные задачи по жизни, то есть по функционалу. Можно быть хорошим командующим ТРО и полностью завалить всю работу в Генштабе, и наоборот, можно быть отличным начальником Генштаба и угробить работу в ТРО. Это все равно, что истребителя посадить в танк, а в истребитель танкиста. Разные направления. А вот то, что мы сейчас видим, вот такая солянка. И еще раз повторюсь, это очень долго им придется встраиваться. Скорее всего, это точно не Сырский ее собирал. Это ему навязали этих людей. Еще раз повторюсь, в основном положительный. Ну, то есть все боевые офицеры. Есть пара вопросов, допустим, по двум кандидатурам, по Павлюку. Это парашютист, которого с Министерства обороны сбросили на сухопутные войска. А потому что, если бы шла команда Сырского, так вот поверьте, если бы заходил Сырский в Верховную Раду, то он бы с собой, извините, не Верховную Раду, а в Генштаб, он бы с собой взял своих бы замов или за себя бы замов оставил. Ну, то есть он бы тогда поднимал ту команду, с которой он как минимум несколько лет знает всех и вся, знает плюсы и минусы, знает, кто на что способен. Тогда это была бы команда. А так, получается, Сырский ушел в Генштаб, а на его место не зама его поставили, а поставили парашютиста, то есть Павлюка, с Министерства обороны. Значит, что? Значит, здесь другая задача. Выполнять какую-то другую задачу, скорее всего, то, что на поверхности лежит, это имплементировать те механизмы с новым российским законопроектом. Это российский законопроект по мобилизации, который пытаются пропихнуть сейчас на Рахаме, что-то Рахаме через Верховную Раду. А, естественно, механизм, он же все это от Министерства обороны, все шло, у меров подавал этот законопроект, ТЦКшники, основные там фигуранты этих вопросов всех, по сбору податей с населения в концлагере Украина. Эти специалисты, они подчинены только Министерству обороны, они подчинены в том числе и командующим сухопутных войск. Сырскому были подчинены. Просто он их не видел, так как толком руководили в Министерстве обороны. А вот сейчас, получается, из Министерства обороны в кресло командующего сухопутными войсками, а значит и управляющим ТЦК, сбросили парашютиста, то есть этого Павлюка. И второй вопрос, это вообще по командующему ТРО. Это вообще, человека поставили с 2014 года с советским негативным бэкграундом по разгону Майдана. Это вообще нельзя было делать, человек должен был быть люстрирован уже давным-давно. А здесь, получается, ну, практически плюнули в лицо всем нам, тем, кто был на Майдане. Мы с группой, я вот был один из руководителей афганской организации, Донецкой воля, мы уже 2 декабря 2013 года были на Майдане. И вот с этими товарищами столкнулись лицо к лицу. Ну, то есть мы с ними грубо воевали в 2013-2014, а сейчас они будут руководить ТРО. Вот этот человек, это как минимум, нельзя этого было делать. Не важно, какие у него там заслухи, какие там плюсы или минусы. Есть моменты, которые нельзя делать ни в коем случае. А эта команда, которая его туда перебросила, этот вопрос вот так решила. Еще раз повторюсь. Ну, они опустили свой рейтинг доверия, ну, ниже Плинтуса, уже еще и с Майданом связан. Ну, их же не было на Майдане. Они же в это время... Ладно, не будем это в эфир. Что они тогда делают? Роман Григорьевич, закрывая эту подтему, увольнение Залужного – это новый этап в войне. Об этом пишет, по крайней мере, Зайканомест. И в этом материале они рассуждают, журналисты, о том, что теперь ситуация на фронте и вообще последующие решения военного руководства, они еще больше будут ассоциироваться непосредственно с президентом Украины. То есть увольнение Залужного еще больше увеличило уровень ответственности за все, что будет происходить на войне, и зациклило как бы эти последствия все на самом президенте Украины. В целом, действительно, ожидаете ли вы, что увольнение Залужного может негативно отразиться на случай каких-то негативных изменений на фронте? Существенно ударить именно по Зеленскому. Не по Сырскому, а все-таки по Зеленскому. Потому что Сырский, ну, в понимании, наверное, большинства наших зрителей, это человек, которого вместо Залужного поставил лично президент. Ну, тот генератор самой идеи снять Залужного и вместе с командой с должности, там есть генератор, да, вот есть какой-то генератор этой идеи. Потому что на переправе коней не меняют. Вот только этот генератор этой идеи всех собак, будущих всех собак повесил на Верховного Головного Командача. Вот просто одним вот такой генерацией от всех будущих собак, все будущие смерти, все будущие неудачи, все, весь негатив повесил на Верховного Головного Командача. Не знаю, с какой целью, ну, мы сейчас посмотрим, в ближайшее время это, может быть, как-то будет понятно. Но, честно сказать, ну, не совсем дальновидное было при принятии решения по замене команды. Не так это делается. Если хотели вопрос решить, допустим, не с ротацией, а с движением по служебной лестнице, надо было ставить сразу министром обороны, то есть поднимать сразу сходу, не потом это даже, ну, даже потом это тоже можно, вырулить ситуацию, как-то назначив заложенную его команду на Министерство обороны. Но реально проблема очень большая вот с этим назначением и с будущим негативом. На Сырском негатива уже точно не будет. Почему? Объясню почему. Не важно в фигуре Сырского, не важно. Ни один человек без команды не потянет управление миллионным коллективом, а тем более военным коллективом. Ни один. А Сырскому, не важно, кто бы на его месте был, даже если был бы даже заложный, остался бы, взяли бы, убрали его команду, был бы такой бы негативный результат. Почему? Потому что это уже работа не командная, а это работа точечная будет, ну, по крайней мере, Леби, Трак и Щука, это как минимум. То есть этот негатив есть, мы должны понимать, что он есть. И он может быть, но, опять же, этот весь негатив ляжет на верховного главнокомандующего. Друзья, еще раз призываю вас поставить лайки этой беседе, ну, и напишите ваши мысли, потому что, грубо говоря, от тех сейчас процессов, которые происходят со сменой руководства военного, зависит судьба каждого из нас, поэтому ваши мысли для нас очень ценные. Спасибо. Спасибо.